Поехал? Давай Дал А что, звука не было? А где? Я его раньше включил Пишем? Ну, категорически здрасте, уважаемые Мне оператор советует начать с того, что не надо заказывать слишком острую китайскую еду Вот, особенно ВОК китайский, который написан острый, что-то прямо у нас бодрит Вот, но на самом деле мы собрались здесь для другого Мы будем менять на BMW E46 на рядной четверки Будем менять основной радиатор охлаждения Потому что у нас беда, он у нас подтек Мы поймали время, когда нет мороза Потому что, как правило, в мороз самый сюрприз случается Вот, поэтому заехали его поменять Мы провели подготовительные работы Мы сняли впускной тракт То есть декоративную крышку Она же впуск воздуха, да, канал Сняли фильтр, сняли защиту Сейчас мы ждем, когда наш мотор чуть-чуть охладится Потому что на горячую сливать нельзя И на это есть две причины Первая причина то, что оно горячее Все-таки мотор чуть-чуть подостыд, да, до какой-то температуры А вторая причина то, что у нас сейчас еще открыт термостат И сливая антифриз мы сольем слишком дофига Мы выльем антифриз с блока при снятии радиатора И потом нам, соответственно, заливая холодный антифриз Будет тяжелее выгнать воздух из системы То есть тяжелее наполнить блок антифризом Нам придется гонять мотор, пока он там не протечет, не прокапает Потому что дырочки то есть в термостате Ну вот, ну короче, процедура та еще Поэтому мы ждем, пока он остынет до такой вменяемой температуры Дальше приступим к снятию вентилятора Ну и по трубке, дальше уже по схеме Так, мы сняли аук-сенсор Мы отключили вот эту колодку от вентилятора Ну просто так, к слову Берем ведро Можно тазик, можно бутылку Но бутылка будет мокрее в итоге У нас вот повезло, у нас ведро сейчас носиком Берем вот такую широкую отвертку, насадку Она обычно есть в наборах инструмента 80 плюс вот так, там такие насадки есть И идем вниз откручивать сливную пробку Которая у нас находится вот тут вот на радиаторе При всем при этом мы сейчас не откручиваем пробку с расширительного бачка Почему? Потому что если мы открутим кнопку Мы сразу разгерметизируем систему По всем законам физики Сразу нам польется по усам Вот, а так мы сначала выкрутим пробочку внизу Потом оператор у нас чуть-чуть открутит И мы такие, о, фонтанчик И пока оно будет у нас все стекать Будем снимать вентилятор О, какие интересные звуки, да и бачок Так вот Чтобы открутить радиатор Нам нужно избавить его от вентилятора И от защёлок Попробуем это сделать Как я люблю эти клипсы Вообще вот BMW фиксаторы Вот они Вот что-то в них есть Это вот Такая штука интересная Которая смотришь на неё и думаешь Как ты там держишь? А начинаешь её снимать и понимаешь Ни хрена себе ты там держишь Раз Вот здесь Звуковое сопровождение мне просто нравится Нравится тоже, да? Здесь вот нам надо сделать два Конечно, наверное, дядюшка Ляу Со своими вот этими вот оранжевыми приспособами Он бы нам очень сейчас помог Ты знаешь, теоретически да Но практически мне кажется Чтоб мы сейчас просто ушатали весь набор оранжевых приспособ По факту Потому что здесь очень хорошо они держатся Эти клипсы-то Самое весёлое Это две клипсы Я когда мыл радиатор у себя Я их снимал во дворе, соответственно, без ямы И две клипсы вот там внизу, которые держат патрубок Два Два Вот здесь у нас есть привет от немцев Три звёздочка Нормально, то есть она там вообще внезапно, но она там есть Она такая, знаешь, из разряда немецкого порно А таки, ага, расслабились, нате вам Флюгегенхаймер? Мы сказали, флюгегехаймен Да, да Ради бога, флюгегехаймен Уверены? Да, прошу вас Хм, ваше право Внести флюгегехаймен Стойте! Нет, 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 я не говори Флюгегехаймен Флюгеген Флюгега Головка, головка, да Т25 Отпиливаем Вот такую загугулину Главное её не пролюбить Слушай, у нас тут, знаешь, сколько вообще хомутов есть? Поэтому меня это не пугает Хомуты и БМВ это вещь неразделимая, да? Всё Понежнее пошёл? Конечно, понежнее Теперь нам осталось снять внизу Вот тут вот ровно Две заклёпочки И отодвинуть трубочку Чего? Гидрача? Её самую А теплообменник снимать будем? Ну, конечно, придётся По позже, да? Да Когда это всё снимем Так Тут так интересно Из темноты твои руки выглядывают Свет Ха-ха! Пожалуй, это победа Русские всегда выигрывали над немцами Короче, если у вас нет специального съёмника Ну, есть, штангель-циркуль То проблема с клёпками Она решается вообще на раз-два просто Подожди А ну-ка, ну-ка, укрупняем Пам-парам-пам-пам! Пу! Ха-ха-ха-ха! Теперь легким движением правой руки. Вину Карлсона. Фоточку, я думаю, за косарик улетит. Так, ты вот не надо это... О-о-о! У тебя тут радиатор, бро! А! То есть он там есть. Он там грязный. Но он есть. Ты когда-нибудь мыл его? Да, два года назад. Случайно? Нет. Специально даже денег платил. Ну а... Да... Ну шо, давай... Это у нас основной радиатор или это радиатор кондей? Основной, кондей спереди. Кондей спереди стоит, да. То есть страдалец, который страдает от камней и всего остального. Это кондей. Да. Поддадим жару. Ты хочешь открыть патрубку или снять... Я хочу... Сдвинуть. О-о-о, клипсочки. Быстро снять. Быстросъемники. Сейчас как... Да не должно уже. Там уже... Ты же понимаешь, палочки-то ебанитовые. Могут и... Я вообще не знаю, первый раз это делаю. Никого. А че напора-то не пришло нам? А че бы он пришел? Ну и ладно. А с чего бы пришел напор-то? Не, ну куда оно... А че оно? Нет. Ну блин. Ну да. Ну снимаем тогда нижний и... Ай... Ну давай. Извлекли мы расширительный бачок. Значит это быстросъемы сверху. Сбоку. Не забываем отключить датчик. И вот она у него получается с этой стороны клипса. Которую мы отодвигаем и так... И сняли его. Аналогичная клипса. У нас поскольку автомат остается здесь внизу на теплообменнике. Сейчас я попробую поближе. Давай. Вот она. Аналогичная клипса. Угу. Вот мы ее отклипсили. И теперь наша задача аккуратненько, отковыривая нежно большой отверткой, оттуда ее извлечь. Желательно ничего не расшатав. Пошла. Колебательными движениями. Кстати, мы замерили. Мы слили на данный момент ровно 5 литров. Вот у нас сейчас еще отсюда чуть под сливается. Угу. Пошло. Попадает. Мы посмотрим, куда она денется. 5 литров. Ну здесь, я думаю, вот. Ну еще где-то 2 литра в блоке осталось. Ох, хватало. Ну и все. Ну в принципе да. Остальное все в блоке. И... 3, 2, 1. По усам. Не-не-не-не-не. За шиворот не надо. Мы работаем в экономике. А с движка не снялся он? Нет? С движка... Надо было? Не-не-не-не-не. Потом мы его хрен оденем. Ну все. Красава. Судя по всему, процесс снятия идет к легкому завершению. Выкручиваем вот это вот волшебство. Не знаю как это назвать. Два болта на 11. Он же с резиночкой. А-а-а. Такой вот. Это, это, толстый болт. Два толстый болта. А они между собой не того? Не связаны. Ага. Ну ладно. Значит размножаться не будут. Уже радует. Но радиатор уже шевелится. Куда он длинится? Особенно когда его будут вынимать, да? А вот ту вот металлоконструкцию, которая с... А, она отошла. Все. Уже легче. Я по-моему даже сейчас вижу как этот радиатор выходит. Ну подожди. За что он там зацепился? За нижней. Он зацепился за вот этой большой патрубка. Который не хотел уходить? Да. И еще по-моему там монтажная цепляется. Монтажная плата, конечно. Тут много за что цепляться ему на самом деле. Но вот в такие моменты я особенно рад тому факту, что у нас все-таки четыре цилиндра. Они шесть. Они шесть. Потому что если бы было бы шесть? Если бы было бы шесть, мы бы еще и за пивом сейчас пошли. Чтобы легче думалось. Да. Раз. Давай. Легкими возродно-поступательными движениями. Кто бы сомневался. Что у нас там? Ведро упало? Нет. Какой-то подробок открылся. У нас открылось второе дыхание. Да. Блин. От себя скажу. Люди. Чистите радиаторы. Хотя бы иногда. Это же... А, ты про радиатор? Трындец просто. Вот. Вот я говорил бы. Подожди. На самом деле это не трындец. На самом деле все... Могло бы было быть намного хуже, но... В целом. Подснимем. Слушай, ты бычок не терял? Нет. Там лежит, да? Да, я нашел. Мальбора? Да нет, что-то тоненькое. А, нет, это не мой. Вот. Мы сняли нижнюю планку. Она поддерживает у нас там патрубки. Здесь, значит, монтажная плата. Один болт сбоку. Мы его сняли, пока он еще там стоял. Один болт выкручиваем от отселя. Убираем. Теперь вот эта вся шляпа. должна у нас легким аккуратным движением куда-то сняться. Хороший вопрос. Все-таки придется помочь ей отверсткой. Клипсочки. Ну, клипсочки. Патрубок еще один. Оп. Может оно было с той стороны или там все предельно... Все предельно ясно. Вот у нас патрубок. Его, кстати, она ее будет протереть. Вот эту бы резиночку поменять. Но она, по-моему, еще... О, бля. Там, смотри, как грязная. Да не, ну она кругловато. Но это сейчас все придется вымывать, конечно, этой грязюкой. Что-то... Причем тут такой бутерброд с маслом. Третий год. Эта херня у нас точно оригинальная. Ну, как бы, да. Вот. И любопытно в том, что радиатор есть у нас предположение, все основания в это искренне верить, что он тоже оригинальный. То есть радиатору 17 лет. А вот, кстати, место, откуда он начал течь. Ты нашел? Да. Вот, смотри. Вот прям зеленая. Он же антифриз почему подкрашен, чтобы ты видел. Вот он краситель. Вот он отсюда начал течь. 17 лет. 17 лет? Мать его, 17 лет радиатору. Вот. Интересно, вот это вот... А, я его уже куда-то скинул. Блин. Девушки. Бычок. А, бычок упал. Да. Интересно, немецкий? Да. Хозяева зашли. Так. Нет, бычку не более двух лет, потому что два года назад радиаторы снимались оба. И чистились, да? И чистились, да. Причем керхером, у меня даже видосик где-то есть, могу тебя скинуть. Так вот, в поддержку видео очистки радиатора могу сказать следующее. Видно у нас тут? Нет. Там лампа не добивает туда. Вот почему нужно чистить радиаторы. Вот он пух, который просходит напрочь сквозь эти соты. Соты радиатора кондиционера. И задерживается, потому что дальше ему идти некуда. И как правило, когда стоит радиатор охлаждения, тут образуется валенок, что нарушает работу и кондиционера, и нормальный теплообмен автомобиля. Ну, короче, мы сейчас без компрессора просто его протрем щёточкой. Давай щёточку. А про мячевое решение. У нас новый радиатор фирмы Nissan. Очень неплохая комплектуха. У нас есть новые резиночки на патрубке. У нас есть, соответственно, самое важное, у нас теперь куча вообще пробок сливных. Потому что тут их просто какая-то хреновая туча. Вот. Но самое важное, господа, радиатор универсальный. Под ручку и под автомат. Разница вот в этих вставках. Это вот здесь сливная пробка. Вот здесь внизу выкручивается головкой на 22. Разница заключается в чём? Под механику он закрывает ход, в который у нас сейчас вставляется вот этот блок, как раз на этот, на теплообменник. Под автомат, у него вот две резиночки, он поднимается выше и пускает нам дополнительный канал на ход. Поэтому мы выкручиваем... На теплообменник, который идёт на коробку. Да. Мы выкручиваем тот, ставим который под автомат. И сейчас я найду волшебную баночку, разводим срач. А срач заключается в следующем. Чтобы хорошо вставить, нужно смазать. Мы это будем делать силиконовой смазкой. Вот что хотите, делайте. Она работает, она помогает. И много раз она нас выручала. Ну да, я помню, как мы меняли тебе в очок, когда она лопнула. Это было Эльчин. Вот, очень аккуратно вставляем, потому что что-то она не домазала. Резиночка пытается у нас сопротивляться. Поставили мы эту пробку некоторым усилием до соответствующего щелчка. В пробке есть два усика. Клипсы, да? Такие пазы. Пазы у нас в радиаторе. То есть, мы его вставили до соответствующего хруста. И головкой на 22 повернули там буквально на одну грань. Соответственно, он в пазы зашел и зафиксировался. Все, никуда не денется. Вставлять фанатизмом вообще нежелательно, потому что там все-таки две резинки. Хоть они и смазанные. Ну, вроде по ощущению они зашли ровно. Молотком забивать нельзя. Резинку заломит, закусит и как бы он отсюда будет течь. Течь гарантированно. Гарантированно будет течь, да. Теперь накидываем монтажку. Здесь села, села, села. И еще одна трубочка. Щелк. Есть. Запиливаем обратно один шестигранничек. Сразу сбоку закупим второй. Пока он здесь. Так. Того мы, собственно, что имеем. У нас на выходе получилось четыре болта. Три, которые здесь. То есть два на крепеж. Один крепит тут вот уха к радиатору. И один вот этот вот длинный. Он вот с этой стороны соединяет весь этот бутерброд. Ну, сверху крепится, да, бутерброд собирается. Вот. Поэтому здесь мы все собираем. Ставим его обратно. Предварительно, наверное, пока нам удобно и видно. Поменяем вот эти резиночки, которые нам положили. Я думаю, что хуже точно не будет. Хотя у нас старые, в принципе, новые, да, относительно? Ну, относительно новые, в минимуме. Ну, я думаю, что наверно все же. Ну, сейчас посмотрим просто на их состояние. И уже от этого будем. Ну, если нет, все равно охрененно приятный бонус. То, что эти резинки запасные. Ну, да. Потом их заказывать по номерам. Потому что, ну да, по номерам. Я помню, я себе заказывал. Чисто благодаря драйву. Там ребята подобрали с какой-то Mitsubishi. Там по этому. Потому что у нас в оригинальном каталоге их отдельно нет. Нет. На самом деле они есть. Их нашли уже. Показали. Ну, вот я точно помню, что себе на верхний патрубок вот эту вот. Я заказывал с какой-то Mitsubishi. Мы собрали все в обратной последовательности. Залили антифриза столько же, сколько слили. Немножко погоняли, не заводя машину доп-помпой. Убедились, что, в принципе, антифриз немножко уходит. Сейчас завели. Включили тест приборки. Смотрим, что уже у нас 62 градуса. Верхний патрубок потихоньку начинает надуваться. Начинает греться. Что нам говорит о том, что циркуляция пошла. Сейчас мы догоним до максимальной температуры, насколько нас хватит. Идеально до вентилятора. И проверим еще раз все соединения, чтобы у нас нигде ничего не лилось на горячую. Такое бывает. И, собственно, ставим защиту. Все, ремонт закончен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И прочая шляпа. И прочая шляпа. Дальше что-нибудь еще слабое. Дальше что-нибудь еще слабое.